Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. В книгах «Открытый мох» у меня с 1 по 6 том помещено 123 занятия в Потеряевке. Они по тематике шли. То праздник, то события, то гости. И вот мы решили их насчитать. Насчитывает без выражения, так, вяло, квело, Никита. Но все-таки насчитывает. Вот. Тренируйся, смотри, ошибки какие-то большие делаешь прямо. Не вошел в эту тему. Ну вот теперь мы... Тема такая будет у нас. Это заголовок тут убрать. Это в книге. Так. Занятия по темам Потеряевки. Пошел. Пчелы. Громче читай. Если о пчелах говорить и сказать, что все понятно, то это будет неправда. Наша мама с детства занималась пчелами. Мария Егоровна. Держала около 25 колодок семей. И все, кроме того, Кроме того, работала на колхозной пасеке. Мой дед, а ее отец, также держал пчел. То есть, Егор Иларион еще на рев. Мы с детства знали, что такое укус пчелы. И вкус сладкого меда. Мать каждому из детей осенью благословляла по фляге меда. И все мы, что только где не болело, лечили медом. Живот заболел, закашлял, все одним медом лечили. Мать, конечно, не знала всех тайн и глубин этого продукта, но ощущала его благотворные действия. Сегодня я хотел только сказать, что говорит Святая Библия о пчелах и о том, что от них исходит. Я касаюсь тех тем, с которыми сталкиваемся здесь непосредственно. На этой неделе я начал лечиться пчелами. Ничего мне не помогает, заснуть не могу. И сказали, что надо увеличить количество укусов пчел. То есть, меня руки выворачивали, потом в морозилке держали в тюрьме. И у меня руки просто... Я инвалид второй группы был. Вот так руки подвязаны были. Нервная система поражения. На морозе 40 градусов, а потом... Там такой назывался козел. Открытая спираль. И руки подогрел маленькие опять. Стеклили фонари на заводе в РСР. Дольше всех я там продержался и комиссовали оттуда. Сказали, пчелами надо лечить. Дальше. С одной до шести и возвращаться опять до одной. Вчера мне четыре поставили. Обезболивающие. Хотя, обезболивание не сразу наступает. И скажу, что польза есть. Уже две ночи я сплю. Будет ли мне польза? Хотя бы временно. Потом порассуждаем о слове Божьем. Практически рассмотрим, что говорит Библия об этой маленькой мошке. Среди летающих по воздуху пчела называется наименьшей. Вот что говорят в притче Соломона. Пойди к муравью-ленивец. Посмотри на действия его и будь мудрым. Изучи жизнь муравья. И это уже тебе даст мудрость. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой. Собирает время жатвы, пищу свою. Или пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива. Какую почетную работу она производит. Ее труды употребляют... Употребляют... Поздравия. Поздравия и цари, и простолюдины. Любима же она всеми и славна. Хотя силой она слаба, но мудростью почтена. Вот сейчас конкретно сказать. Вот вы как говорили, вот там часы. Это мне дали бесплатно в магазине в Красном. Но она на батарейках. Не люблю батарейки. Но она не работает. Я говорю, Никита, подправь. Они наклонились. И Никита сразу выдал свои перлы. Ага, убрать совсем. А куда? Куда-нибудь. Ну куда, посмотри. Ну вокруг негде даже... Ну негде. Валенки я снимаю, валенки на кровать положил. Нету пространства. Он посмотрел. А вон там вверх. Он посмотрел. А там действительно книги стоят. Некуда. Ну и закудахтал. Еще нету. Ну убрал-то. Убрал. Даже если убрал. Вот она всегда. А тут только батарейку поставь. Вот в любом деле надо вперед смотреть. Один шаг только вперед. Никита не нравится, что я говорю. Почему? Дома своего не имел. Ни о чем не заботился. Вперед на полшага не смотрит. А люди, видя, как я разговариваю с ним. Ой-ой-ой, Никита, тебе долго терпеливый, многомилостивый. Уже прям божьи качества ему дают. А Никита в себе это все имеет. Ему это необходимо. Повернись, чтобы тебя видели. Ты смеешься, трясешься. Вот так. Часы для красоты висят там просто. Для интерьера. А ты их не видел, как они идут? Нет. Не видел. Купи батарейку и поставь. Да. Вот сегодня пойдешь и купи, поставь. И увидишь, что они стоят на месте. А у братья-то решились мы их навсегда. О них и помнить не будут. Дальше. Оказывается. Оказывается. Оказывается, и о животных иногда говорится так, как будто о людях. Слово мудрости относится только к человеку. И вдруг мы видим, Соломон, познавший мудрость, наделяет пчелу этой мудростью. Действительно ли это так? Я перечитал о пчелах, кажется, бесчисленное число журналов. Мать получала журнал по пчеловодству. И ни один не повторяется. И сейчас толстые книги, которые издают, я их все получаю. И опять читаю и не переставляю удивляться. И перестаю. И перестаю удивляться. Что это за такая маленькая мошка, которой Бог дал такую мудрость? Может быть, какие-то другие осы, шмели, помаленечку вырабатывают для себя, чуть-чуть. Но нигде не продается никакой мед, кроме пчелиного. Лечимся мы только пчелиным медом. Что от нее еще есть? Воск. О воске тоже Писание говорит. Псал 21. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпали, сердце моё сделалось, как воск, растаял от посреди внутренности моей. А воск что такое? Воск это, по-нашему сказать, пот потеет, пчела, образно сказать, застывает, и вот воск. А его пудами, санитерами тратят, куда не надо. Как рассеивается дым, ты рассеи, как тает воск от огня, так нечестивы да погибнут от лица Божия. Псал 96. Горы, как воск, тают от лица Господа, от лица Господа всей земли. Михей. И горы растают под ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды льющиеся с крутизны, как воск от лица огня сравнивается. Где мы воском пользуемся? Больше свечами в церкви, а на самом деле воском пользуются промышленности. Он считается и сегодня во многих местах незаменимым. И что интересно, когда мы едим и говорим, польза какая от воска. И глотаем, то в действительности пользы никакой. Запомните, в человеческом организме нет никаких микробов, которые переварили бы воск. Есть только одна птица, пчелоед, где-то в Африке живет, который переваривает воск. Он у ней перерабатывается, как вот у нас мед или молоко. Она находит рой в дупле и прилетает к людям, кричит, и люди прямо за ней идут туда, разоряют рой, она доедает остатки. Как интересно все устроено в мире. Птица такая, не доедает. И еще что от пчел? Это яд. Пчела лечит, своей жизнью жертвуя. Пчелиным ядом уже лечат в санаториях. Втирания всякие. Что еще? Прополис. Специальный клей, которым пчелы заклеивают всякие щели. Исключительно ценный продукт. Растворяют его спиртом, другими веществами. Есть еще какое-то пчелиное молочко, которое пчелы дают для маточек. Как у них все устроено. Написано, что она почтена всеми, царями и простолюдинами. Царь любит мед? Любит. Вот некогда в Красноярском крае начали пасеку устраивать. Глушенко такой был иеромонах Никодим. У него ничего не получалось. Говорили, что будет экологически чистый мед. И первый заказчик был Хирохита, какой-то император Японии. Они японцы, у нас папоротник Орляк покупает. Это продляет жизнь. И они сразу заказали такой мед. Хотя у них и свой есть. Внутреннее устройство. У них порядок такой. Что если ты никогда не читал, то не поверишь. Вот как водятся пчелы. И какой у них стройный порядок. Первые ровно 6 дней. Не 7, не 5, а ровно 6. Эти пчелы после своего рождения занимаются одной работой. А на шестой день их переводят в другой разряд. В другой класс. В это время они вырабатывают воск. Берутся лапками друг за друга, крылышками трепещут, начинают шипеть. И этот их пот превращается в воск. И как только эта пластинка увеличивается, передают один другому. Если читать, то думаешь, что это какая-то сказка о пчелах. Отдельно пчелы-охранники, которые стоят только у входа, обнюхивают, ощупывают, разглядывают, чтобы чужая не зашла пчела. Иногда бывает воровство. Это значит, что охрана не выдержала. Сбили охрану. А если оса лезет, сразу убьют. А если мышь, сразу ее зажалят. Охранники ничего не делают. Хотя могут летать. Такие же, как все пчелы. Отдельно охранники у матки. Особая команда Альфа, как у Путина. Они охраняют только матку. И даже своим пчелам не разрешают прикасаться к ней. Они только охраняют ее. Оббивают ее крылышками. Кормят. Специально вырабатывают для нее молочко. Самое питательное. Что только для нее может создать природа. Она ест и почти все питание идет на яйца. Она весь день яйца несет. В два раза больше собственного веса. Это кажется невероятным. Что это может быть? Да, так. Как они ворсиночки расчесывают. Как ее в свадьбе готовят. Как после свадебной ночи принимают ее. Это все четко у них распределено. Как начинают работать. Делают первый облет. Испытывали, делали такой опыт над пчелами. На расстоянии двух километров. На клеверное поле поставь стакан меда. И одна пчела обязательно учует запах. Прилетела. И там на нее специально посыпали пудрой. Когда пчела возвратится с этим медом с клеверного поля. Она начинает тем пчелам рассказывать. Пишет какие-то восьмерки. Стали выкрутиться восьмеркой. Стали фотографировать все эти танцы. Долго не могли понять, что они означают. Оказывается, средняя между ними бисектриса указывает с точностью до сантиметра, где находится этот мед. Притом, сама она туда не летит. И урожа точно туда летит. И уже облепили жбан. Зачем из-за цветов собирать, когда готовый мед стоит? Жбан этот надо туда перенести в улей. Тогда ученые сделали механическую пчелу. Стеклянный такой улей у них есть. Пустили ее туда, чтобы она рассказала, где стоит мед в поле. Пчелы собрались, посмотрели и не двинулись никуда. Ни одна пчела. Оказалось, что пчела что-то дополнительное говорит. Какое-то жужжание, какие-то звуки издает. Пока это все еще изучает, пока рассуждает. Как она строит шестигранники свои с абсолютной точностью. Говорят, что если восьмигранник, то и прочности уже не будет. Люди только исследуют. А если воск бы был меньше температуры плавления, он бы просто растекся. А если больше температуры плавления, нельзя было бы выкачать. Он рассыпался бы и проще. Именно вот такая температура плавления. Стройность, качество, состав, все на пределе. Как она готовит при данной будущем поколению. Так, когда еще не родился ребенок, люди покупают распашонку, люлечку. Специальные пчелы идут переди матки, дезинфицируют ячейки по порядку. Еще ребятишки не приехали, а уже тут хлорамином к труд. Каждая ячейка обрабатывается. Но когда придет время откладывать яйцо, матка не будет класть просто так туда, с бухты-барахты. Она проверит, на какая там чистота, все ли на месте, все ли просто не лежат. И только тогда запускает заднюю часть брюшка и откладывает, приклеивает маленький яичко, из которого получается пчела. А чем личинку кормить? Вот эта задача появится через год. Но пчелы заранее им пищу готовят. Дезинфицируют каждую ячейку сначала, обмазывают медом, потом несут пыльцу туда. И пчелы лапками ухватываются за конец восковой ячейки. И головку свою вниз опускают, и головой. А голова-то у них твердая, долбят, утрамбовывают пыльцу. Пергу. Затрамбовали, и чтобы не рассыпалось, сверху медом затягивают, а в меду ничего не окисляется. Так законсервировав, чтобы не вылился мед, сверху воском затягивают. Так одна кладовочка готова, вторая, третья. А теперь весной надо кормить молодняк. Распечатывают, открывают, ничего не попортилось. Никакого бомбажа нету, как у людей, когда консервы взрывают. А их все вздувает, кислоты натолкают. И ничего не получается. Поэтому, когда умер великий завоеватель Александр Македонский в 30-летнем возрасте, когда он был вблизи Вавилона, то тело его отправили на родину, положив колоду, наполненную медом. В жаркую погоду он целеньким в саркофаге приехал домой. В Древней Греции за 324 года до Рождества Христова прекрасно знали целебное, бактерицидное качество меда. У людей, если что-то есть приятное, то сравнивают и говорят «сладкое, как мед». Библия, пользуясь нашими выражениями, дает понять, что такое мед. Об этом мы читаем. Судьи Псалом. «Окружили меня, как пчелы, сот, и угасли, как огонь, в тернии. Именем Господнем я не зложил их». Псалом 18. «Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота». Слово Божие просто сравнивается с медом. «Уставы, законы, мало пчела между велетающими, но плоть ее лучше из сластей». Серахова 11 глава. «То есть более слаще люди сделали во сто крат сахарин, но он не лучше, потому что целебных качеств нет». «Мы берем мед ложками, черпаем мед». «Библия говорит, не присыщаться медом, от него будет тебе вред, его можно только определенное количество съесть». «Нашел ты мед, ешь, сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не изблевать его». «Как мне хорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава». «Это сравнение. Вот то, что я здесь говорил, все это из журнала, и любой пчеловод, любой, все это будет опровергать. Это вот тут нигде так не опровергается, как у пчел, потому что это такая глубина. Здесь одна сторона открыта, а он маленько другую прочитал. И они, пчеловоды, не смотрите, что они на пасеке, чистый воздух, они спорливы, ужасно. Все, что здесь написано, они все будут опровергать. Если я буду писать о России, о свете, о золоте, спорщиков нету. Только о меде так, о пчелах спорят, потому что это глубина. В природе больше такой мошки нет, и нет такого создания, которое было бы всем полезно. И поэтому я уже заранее знаю, сейчас пчеловоды будут слышать, и они будут нападать, потому что есть новые открытия, но это ты никуда уже не денешь, это уже проверено. Мы выросли на меду, мы очень хорошо это знаем. Дальше. Ты почерпнул и не знаешь, как это обошлось пчеле. А пчелке, чтобы собрать один килограмм, надо облетать 3-5 миллионов цветков. А что такое миллион? Тебе несколько дней надо считать, если ты будешь считать до 100. Но не говори 101, а начинай сначала 1, 2, 3, 4, 5. До миллиона. А ей надо посетить, обследовать, высосать нектар, принести, обработать. Что такое мед? Грубо говоря, пчелиная блевотина. Нравится или нет? А она не перерабатывает собранное и потом сблевывает. У нее специальная брюшка, где эта операция ведет. Почему мед разного качества? Потому что с разных цветков. В какое время бывает мед даже и не полезный, там паданицу несут, как сурепки. Пулыки. 24 глава. О том сказывается, что Иисус Христос, воскресший из мертвых, ел сотовый мед. Это сразу выводит на особое место печеную рыбу и сотовый мед. Для видимости он это делал или как. Написано. Я читаю при мудрости Сираха. Ибо воспоминание обо мне слаще меда и обладание мной приятнее медового сота. Слово 11. Слова Господни слова чисты. Серебро очищено от земли в горниле. Семь раз переплавленное. Это самое драгоценное. Написано. Ибо что дороже серебра семикратно очищенного и сравнивается, что приятнее медового сота. Иногда берешь сотку, а из нее течет мед. Там может и хлебина есть. Пирга называется. Приходилось раньше читать диспут одного человека, Лукича. Как он спорил с безбожником Матюхиным. И как раз речь зашла о пчелах. И он этого атеиста, безбожника разбил. И обратил. Потому что если ты хочешь научиться какой-либо премудрости, сходи к пчеловоду. В Америке спросил у священника. Как у вас с пчелами? Архиепископ Антоний говорит. Самый высокий урожай в Японии. 200 килограмм на улей. А у нас в России, если 40 килограмм собрали, то уже считается хорошо. А это 200. Разве возможно такое? Возможно. Несколько раз за лето парсику перевозят всю. С места на место. Спросил, большая ли пасека. Он говорит. Нет, у меня небольшая. 200 ульев. А так есть 1500 ульев. Ты посчитай, сколько меда. Мне как-то пришлось однажды в необыкновенных условиях есть мед есть. Был я в Америке. Там слепой один живет. И нам ему пришлось ввести подарки. Он дал денег, чтобы купили ему меду. Ночь. Мы заблудились. Нас полиция провела. Вышли и рядом лошади паслись. Бочки большие. И не прикинься это ведро и прямо на дорогу. Сорвало крышку. Хозяин ушел, а я стоял. Луна светит в Америке. Лошади а что-то. И я собираю мед ладошками. С дороги в рот. Прямо с дороги-то. Что осталось? Как американцы пользуются этим медом? Рассылают по всему миру. А с пчелами поступают говорить неправильно. Наступает осень и всех пчел убивают. У нас оставляют их на зиму. Кормят. А в Америке их убивают. Специально окуривают. А как потом? Ну сколько тебе надо, заказывай. Научились выращивать их без пчел. Заранее отсеивают, отбирают. Ты заказал тысячу улев. Тысячу тебе и будет. Какому надо числу. Когда мы научимся так работать? Ведь не надо кормить их всю зиму сахарным сиропом, медом. Как бы то ни было, думаешь, весной она бы сама умерла. А то убили. У меня сердце это не воспринимает. Умрет человек, закопай его прав в землю. Но зачем его сжигать? Так и это. Мы внутренне не соглашаемся. А если утилитарно подходить с пользой, то это правильно. А что ее кормить-то, когда можно по-другому это сделать? У них все это как-то так делается, что все в несколько раз быстрее. Как-то растет крупнее. Исход 16 глава. И налег в дом Израилев хлебу тому имя манна. Она была как кориандровое семя, белое. Со вкусом же как лепешка с медом. Говорит о том, как народ Божий шел в обетованную землю. И желая его избавить от ненужных трудов. А так как в пустыне нельзя было пахать и сеять. Бог стал давать им манну с неба. Не лепешка с холвой. Не лепешка с колбасой. Лепешка с медом. Ты можешь поверить? А почему? А потому что самое ценное, что Бог обещал людям. Он сравнивает с молоком и с медом. Иезеки 20 глава. В тот день поднял руку мою. Я поклялся им. Вывезти их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них. Текущим молоком и медом. К росу всех земель. Вы придете в землю, текущим молоком и медом. Неоднократно говорит. Когда мы что-то сравним с чем-то, то говорим. Там не жизнь, а мед. Библия запрещает много сладостей брать от жизни. Определенное число. А некоторые хватает. Хватает. Переменяют. Давай наркотики. Давай нам пить. Это радость черного хода. Что об этом говорит Священное Писание? Левитам. Народ, выходящий из Израиля и из Египта, получил указание от Бога. Совершить жертвоприношение ягненка, кровью которого помазаны косяки и перекладины. Спечь на огне и есть с горькими травами. А почему бы после этого не запить кофе с молоком или медом? Этот стих говорит, мед должен приноситься в жертву и не должно его сжигать. И сегодня в церкви запрещается мед приносить. Левитам 2 глава. И на исповеди батюшка постоянно спрашивает, не принесла ли ты среди бескровной жертвы мед? Соль приносится, горькие травы приносятся, а мед нет. Когда первый раз я прочитал и думал, как же так? Мед такое ценно, и Бог все сравнивает с медом, а в храме запрещает. При том, не просто запрещает, а под страхом смерти, ибо мед олицетворяет сладость жизни. Сладость коротковременной в этой жизни. Дальше. А горькие травы это скорби и печали, которые Бог посылает для нашего исправления. Говорят иногда. Я понимаю, что грешники страдают, а вот дети невинны, за что они-то страдают? Они, которые еще ничего не сотворили. А ты не рассуждай так. Иногда человеком ничего, иногда человеком ничем не трогается. Но привязанность к чаду, которого Бог наказывает, трогает до глубины сердечной. Ты мечешься и по врачам, и не спишь, и молиться начинаешь. Вспомините мать Рылеева. И среди этих скорбей и печалей, среди горестей, не раз было, что душа находила Бога. А если сладости? Крутился, чемпионские лавры находил, и не издумывался никогда. Но как только все часы ударила война, люди потянулись к церкви сразу. Война-то началась. Смотрите, даже храмы открыли. Сталин самый великий деспот-тиран всех тысячелетий. И тот что-то понял. Но что он понял, теперь отчет даст только Богу. Но храмы открыты были, храмы Божии. Священников стали выпускать из заключения архиереев. Великие печали приближают человека к Богу. В царство первая книга. И Анафан же не слышал, когда отец его заклинал народ. И протянув конец палки, которая была в руке его, обмокнул ее в сот медовый. И обратил рукой к устам свои, и просветили глаза его. И сказал ему один из народа, говоря, Отец заклял народ, сказал, проклят, кто сегодня вкусит пищи. От этого народ истомился. И сказал Анафан, смутил отец мою землю. Смотрите, у меня присвятили глаза, когда я вкусил немного этого меда. Потом прочитайте указанные эти места. Они говорят о здоровье, о целительной силе, о мощи витаминов, которые находятся в меде. Профессор Носаль, около 40 лет, с сыном исследовали мед. Продолжать ли один дело другого о целебных качествах меда? И, конечно, до конца не достигли. Если бы мы знали все, как правильно пользоваться медом, к аптечке не прикасались бы. Совсем это не нужно. Вдыхать, делать ингаляции различные. Что дает прополис? Пропорции различные смешивать. Этого вполне достаточно. А почему корова или овечка не болеют теми болезнями, которыми болеет человек? Так она траву есть вместе со цветами. И все у нее есть. Некоторые болезни свойственны только человеку. Потому что живем на разных подкормках, подпитках, поддуваниях. Второе царство, третье царство. Говорит, что с подарками, среди которых был и мед, ходили друг к другу люди и даже цари. Но раз с подарками ходили даже цари, ясно, что они его очень ценили. Как пчелы одомашнили? Что одомашнили, так пока нельзя сказать. Пчела по-прежнему остается дикой, как бы, но только живет среди людей. Иоанн Креститель, находясь в пустыне, питался диким медом. Открыли дикий мед среди камней. Вот так в прошлом году, кажется, рой прилетел и на навозную кучу сел. А мы увидели. Павлу сказали, он их собрал. Пчела может свить где угодно свое гнездо. Рой вылетел, отделился. Интересно, когда отделяются пчелы, как они готовят переворот? Если матка старая, ей нужна уже молодая матка, ее выводят, но старая не видит. Она может этого пучиста, кавычка, задавить еще в постели. Поэтому новая команда, новая царица, молодую тщательно охраняет. А та не знает, где-то в углу они начинают оттягивать маточник и ее воспитывать. Вспомните Иоаса, как его от Гафолии хранили отдельно. Четвертое царство. Но Иоаса Вев, дочь царя Иорама, сестра Охозии, взяла Иоаса, сына Охозии, и тайну ввела его из среды умерщвляемых сыновей царских. Его и кормилицу его. Постельную комнату искрыли его от Гафолии, и он не умерщвлен. И потом вдруг превозгласил священник. Царь воцарился. Возвестили трубы. Старая матка, если найдет соперницу, то она ее прорвет, и та не выведется. Смена старая, но власть добровольна, как Ельцин. Она не хочет сдать. Но вот у них случилось такое. Переворот случается медленно, тихо, как императора Павла Петровича, удушением пчелы, матки. То есть ее сжимают со всех сторон. Переворот совершился. Но если матка сильная, и на металле они много, нужно отделяться. Новая матка уводит рой на новое место. Но перед этим разведчики вылетают и ищут подходящее дупло, место, пустые ульи. Пчелы, которые будут отделяться, сразу запрашивают медмедя о сводке. Мы поднимаемся в воздух над аэродромом. Чисто небо или нет? Тогда только вылетает. И в настную погоду никакая пчела не будет роиться. Что мы делаем, когда начинается роение? Как только рой загудел, мать говорит, сегодня пчелы будут роиться. Мы готовим пустые тазики, ведра и воду. Как только они вылетают, мы колотим во все тазики. А пчела не может понять. Небо ясное, а гром гремит. Они начинают на месте кружить, а мы брыжем на них. А если брыжем, то они начинают садиться. Дождь. Переждем непогоду. Садимся. Потом двинемся в путь. Мы тут же ее в роевницу скорее сгребаем. И главное, чтобы матка попала в роевницу. В роевницу. В роевницу. Такую корзину с сеткой сверху, чтобы они там не задохнулись без воздуха. Если матка туда попала, замахнули ее крылышком гусиным. То остальные сами же туда быстренько переползут к матушке своей любезной. Вот понимаете, насколько мудро. Начинаешь сразу готовить лестницу, марлю. Главное, только матку туда в роевницу. Как только матка туда свалилась, они никуда без нее. Куда они? У людей грешных так мудро не бывает. Да, мне в лагере не нравится. Да мне в лагере не нравится, я убегу. Дома не нравится, я убегу. Ни одна пчелка так не говорит. Причем, если пчел привозят куда-то, их привозили ночью, зарывали. Закрыли. А, закрывали. Они хотя бы дей постояли, то чтобы у них не было памяти, у них все стирается. Чистый лист. Они вылетают, как будто первый день зародились. Запоминают окрестность, облетим, фотография идет, аэрофотосъемка идет, полетели. А на все абсолютно фиксируют. Бывают пчелы, непонятно почему, очень агрессивные. Есть такие африканские пчелы. Их привезли для исследования на американский континент. И вдруг улей опрокинулся исследовательски. Это была трагедия. Эти пчелы яростно нападают даже на машины. Облепляют, жалят. Сотни, тысячи укусов человек погибает, скотина. Думали, что их может быть задержат анды, горы. Я их переваливал несколько раз. Они невысокие. Нет, ничего поделать не мог. Даже современные люди. Они ушли в лес. Дали приплод. Местные пчелы убивают. Пчелы они приносят меньше. Остаются одни, но они выносливее. Хотели скрестить между собой. Сделать гибрид. Хотели как лучше. Но получилось не так, как замысливалось. Вот в Америке сегодня большая беда с этими агрессорами. Южный континент практически они прошли. Южную Америку продвигается на север. Книга Иова, 20-го, 17-й стих. Еще раз подтверждает, что счастье впереди. Ассоциируется со сладостью меда. Не видать ему рек текущих медом. А когда Бог нас наказывает, то мы горесть пьем. Что мы должны сказать? Как тяжело все-таки. Но мы должны сказать, как говорит Дарит. Они вожделение золота. И даже множество золота чистого. Слаще меда и капель сота. Как приятно слышать, что Бог тебя защитил. Что враг на подходе остановился. Как Тамерлан повернул назад при ельце. Притчи. Нашел ты мед? Ешь, сколько тебе потребно. Чтобы не присытиться им и не избеливать его. Как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава. Ребятишкам дали, они облопались. Интересно, у дедушки Турова Петра дети помогали. Он дал им есть мед у досыта. Отошел пока к пчелам. А они едят и едят. Мед-то сладкий. А у ребенка тормоз не срабатывает. Плохо стало. Он и на солнышко положил. И цепочкой стал с живота мед соскребывать. Мед проступал через кожу. Я такого никогда не видел. Абсолютно через все проступают. Матфея Сераха. Главная из всех потребностей для жизни человека вода, огонь, железо, соль, пшеничная мука, мед, молоко, виноградный сок, масло и одежда. Мед в числе главных продуктов, необходимых для продления нормальной жизни. Бог обещает ввести людей в землю текущим молоком и медом. Сераха. И они только вдвое из 600 тысяч путешествовавших были спасены, чтобы ввести народ в наследие в землю, текущим молодым молоком и медом. Сераха. Во всяких устах она будет сладка, как мед, и как музыка при угощении вином. Что я нашел в 1173 житиях святых в 12 томах. 7 декабря Амбросии. Когда он в люльке лежал маленький, в это время на него опустился рой. Другое дело, когда бежит собака, схватишь палку, ну а рой опустился. Начинаешь давить, а не ужалит. Отец видит, но ничего не может сделать. Решил ничего не делать, потому что делать ничего нельзя. Прогнать же пчел не прогонишь. Ни одна, ни две, но одна под одной. Они тебя ужалят. И вдруг пчелы стали ему в рот ниже опускаться и мед туда складывать. И родители поняли, что это что-то необычное. И после этого весь рой снялся, и ни одна пчелка его не ужалила. В дальнейшем это будет Амбросий Медиаланский. Один из почитаемых в нашей церкви. И в восточной, и в западной. Какие труды он пишет в защиту церкви? Отстаивает учение Святой Троицы против веритиков, которые говорили, что Сын не равен Отцу. Что Дух Святой это всего лишь творное существо, как и яговисты учат сегодня. Причем это не легенда, это житие. Есть кое-что из легенды, как о пророке Илеи. Когда родители видели, как ангелы пеленали его огненным покрывалом и кормили его огнем с ложечки. Это среди еврейских легенд записи есть о пророке Илеи. Таким он был огненным. И с пепеля и вдоль и поперек. Их обмазывали медом враги, когда издевались, связывали. А попробуй там, где много пчел, или просто так. Вот встань, руку обмажь. Пчелы на тебя налетят, муравьи наползут, шершни. Там более в южных странах. Тем более. Тем более в южных странах. И они изжаливали человека. Такая была медленная казнь. 22 февраля в Святой Маврикии медом его обмазали и держали 10 дней на болоте. 29 марта. Епископ Марк медом обмазали, посадили в корзину, привязали и на высоту подняли, чтобы на высоте его заели. Так же было 15 января с Павлом Фивейским. Попутно хотел сказать о комарах. 1 октября. Житие святого Саввы Пишерского. Его случайно нашли в лесу. Он молится. Подошли к нему, а он весь комарами облиплен. И лица не видать, и все комары его грызут. И он ни одного не сгоняет. И люди поняли, перед ними истинно Божий человек. Макаре Египетский. 19 января. 6 месяцев находится в болоте. Молился. И когда вернулся, братья узнали его только по голосу. Однажды не вытерпел и комара убил. И горько плакал. Убийца, я убил комара. Думаешь, играли просто? Тренировались на себе. А у нас один комар просвистил. У, беда. Приезжал потерявку, потеряя в Геннадии. Он там в Колпашево, Томской области. Колпашево работает на катере. Ему дают. Я подставляю чашку. И пока чашку вот так вот до себя доношу, то как будто кто горсть семечек бросит в чашку. Я пытался горсть бросить. Бесполезно. Рядом вторая горсть брошена. Так с комарами ешь. Вы даже не представляете себе, как мы живем. У вас как здесь, как в раю. Это про правнук Потеряева. Первый, который поселился в Потеряевке. Дал название ей. Там, если оленя в лесу кто-то шибет с места, олень бежит. И если километр пробежит, то падает мертвый. Легкие бронхи полностью забиты пробками этими насекомыми. Это я, между прочим, так сказал. Говорим сейчас о пчелах. Пчела лечения ее укусами. Я скажу, что по-другому нельзя может быть. Брежнева лечили. Да. А каждый раз думаешь о пчелке. Каково пчелке? У нее как у осы. У той, как шила, которая ткнула и вытащила. У пчелы же зазубрина нажали. На конце, как удочка. Она ткнула и назад не вытащит. Вытаскиваете вместе с кишками. Она может ужалить только один раз. Она может ужалить в несколько раз только пчелу свою. А нас она не может. Держите пчел. Вывод такой. Это очень выгодное занятие. Очень выгодное. В Америке там так. Допустим, гречишное поле. Гречихи он собирает, может быть, 270 центнеров. Когда перевозят с места на место пчел, пчелы будут собирать в 2-3 раза больше. Поэтому договариваются. Пчеловой приезжает, мед собирает. Ему хозяин гречишного поля доплачивает. Если у нас так заговори, гречишник сразу тебе скажет. Ты мед-то собрал? Собрал или не собрал? У тебя урожай в 2 раза больше. Что делать с воском? По крайней мере, хотя бы научиться понимать. Это то, в чем хранится мед. Итак, что такое пчела? С какой целью ее Бог сотворил? Теперь, когда стала, а неизвестно, какую роль она играет. Что о ней говорится, когда увидишь эту пчелу. Не закрывайся сразу руками. Она, наша пчела, зря не нападет. А то вчера принес к бутылочке 5 штук. Ой, сразу на меня ужалит. Каждый боится. 8 июня 1996 года от Рожеста Христова. Когда говоришь, что ты еще что-то покажешь, картинки. Поэтому тема подлиннее была. Ну тут так, о пчелах известно. Чтобы ты, когда считаешь о пчелах, ешь мед, все время прославляй Бога. Какое чудо Бог издал. Ее грабят. Когда качают, то что? Она до себя готовит. А грабят. Она опять, перед самой зимой, опять ей надо готовить. Она летает и летает. И крылышки у нее истрепятся. И она где-то упала и умерла. Как пчела. Ну и сравнение такое. Вот священник исповедует. Дети неверующие. Ой, я работала как. Все принимать. Ты ленивая. Ты не хотела деть везать. Я ленивая. Я как пчелка. Всех как пчелки. Вот так. Кто такое пчела? Мы, раз потеряевки живем, я на эту тему сказал. Богу слава во веки веков. Аминь. Аминь. Благодарю.